Да, привет! Какой там форсаж сейчас выходит, а то я, если честно, перестал следить, где-то начиная с четвертого. Уже, наверное, только олды помнят, что вообще изначально это были фильмы про стритрейсинг, которые вкупе с NFS Underground в свое время занизили столько тазов и сделали миллионерами продавцов на клейк с парка. Конечно, успех фильмов не всегда означает, что в паре должны идти хорошие, да и вообще любые игры, хотя есть и успешные примеры. Тот же King Kong даже входил в топ-10 игр 2005 года, хотя изначально никто особо об этом не просил. С Форсажем же вообще своя уникальная история. Need for Speed как-то сразу вошел в связку с серией, и на то время, пока это было актуально, воспринимался как часть одного целого. Даже собственный фильм-франшиза воспринимался как такая пиратская версия Форсажа, хотя кинцо было более-менее ничего. Так вот, одна из последних игр по Форсажу какой-никакой хайп сорвала. В основном потому, что ее многие признавали одной из худших игр по фильмам, и в то же время довольно мемной. И я решил покопаться и понять, было ли подобное золото в истории франшизы до этого. Гоночки какие-нибудь, например, которые на волне засилия стритрейсинга остались незамеченными. Или что-то подобное. Как обычно, я начну с новых игр и постепенно буду идти к более старым, отмечая изменения в лучшую или худшую сторону. И в который раз постараюсь ответить на самый главный вопрос в истории человечества. Было ли раньше лучше? Изначально я думал, что мем на Crossroads и есть последняя на момент записи ролика игра, но как оказалось, я ошибался. Я знал про существование аркадных автоматов по Форсажу, потому что сам когда-то видел один из них у себя в городе. Но о том, что они продолжают выпускаться, даже не догадывался. Их всех делала Road Rills, которая специализируется на них, и про данную контору пару слов сказать надо. Ее основал Юджин Джарвис, довольно легендарный дядька в этой области, который еще в 80-х создал Defender, одну из самых знаковых игр для Atari. В 90-е сделал довольно популярную аркадную серую Крузен и много чего еще. И в 2004-м, собственно, основал свою фирму, которая сейчас делает аркадки по многим лицензиям, даже по Майнкрафту и Хейла. Возвращаясь к Форсажу, последний автомат вышел совсем недавно, в 22-м году, и назывался просто Fast & Furious Arcade. Поиграть в нее вне автомата не получится, а лишних 5 штук баксов у меня нет. Да и почта России с таким заказом вряд ли справится. Из того материала, что есть на ютубе, можно понять, что это вполне классические аркадные гонки с 6-ю трассами и 8-ю машинами, которые хоть как-то связывают игру с Форсажем. Попробуем найти то, что можно пощупать самому. Spy Racers Rise of Shifter Для меня стало открытием, что есть мультсериал по Форсажу про племянника Торетто, и вышло уже 6 сезонов, так что, видимо, не самый плохой. Я погуглил, и он вроде довольно детский, то есть уровень щенячьего патруля или подобного контента. Так вот, эта игра по нему, и она выходила на всех актуальных платформах, и даже получила полноценное DLC. В общем, это рядовой картинг по лицензии, никак они от меня не отстанут. Вполне себе неплохой, ну, для детской игры. Есть 4 пауэрапа, которые сами заряжаются, базовая физика с дрифтом, довольно много трасс, персонажей, которые вроде как отличаются просто модельками, и внутренний магазин, где можно покупать всякое. Играется скучновато, но я думаю, если я был бы мелким фанатом мультика, мне бы вполне заходило. Опять же, тут есть вставки, которые формируют нечто похожее на сюжет, так что, как минимум, это еще одна серия мультика. Докопаться, конечно, можно, например, до того, что фразы, которые говорят герои во время гонки, часто повторяются, но в целом это так, мелочи. Контора, которая сделала игру, я так понял, штампует такие франшизные проекты по одной модели, и уже более-менее набила на этом руку. У них есть игры по тому же Патрулю, Свинки Пеппи, Май Литл Пони и другим мультам или даже игрушкам, типа Братса. Игра без души, но работает. В общем, чисто коммерческий продукт. Перекрестки. В общем, это та самая мемная игра, про которую я говорил в начале. А я люблю мемы. Насколько? Ну, примерно настолько. Да, у меня нет игрового ПК, так что во все новинки я, если и играю, то на Xbox. Так что пришлось немного раскошелиться. Чего не сделаешь ради контента. На релизе критики игроки ее разгромили, так что я ожидал полный трешак, хотя и немного было странно видеть, что такое происходит с игрой, которая вышла в 2020 году, еще и на всех актуальных платформах. И, ну не знаю, 3 из 10 как-то грубовато, по-моему. Более того, я даже скажу, что игра мне зашла в своей манере. Честно говоря, давно так не ржал, и не только в каком-то ироничном ключе. Это же идеальная игровая адаптация Форсажа. До смерти нелепая, с напыщенным сюжетом про злых бандитов, крутыми тачками и, блин, погони за ракетой. Есть подозрение, что игру забомбили из-за технички, но сейчас, по крайней мере, боксовая версия, которая, кстати, получила оценки чуть выше, играется нормально. И все же, давайте по порядку. Игра представляет собой набор миссий на машинках, которые связаны одним общим сюжетом. По сути, как полноценная часть фильма. Задания довольно разнообразные. Есть погони, гонки, своеобразные боссы и простые заезды на время, которые обычно связывают два динамичных эпизода. Также частенько дают пользоваться чем-то вроде оружия и шпионскими приспособлениями в стиле Джеймса Бонда. Физика, на удивление, адекватная. Такая обычная, аркадная. Могла быть и поприятнее, конечно, но раздражение в целом не вызывает. Бывают иногда моменты, где происходят обидные поражения, которые не зависят от тебя. По крайней мере, ты так себя успокаиваешь. Но тут я должен отдать должное системе чекпоинтов. Они тут каждые два метра. И после факапа ты продолжаешь практически там, где начало. Даже гонки ресетят тебя на последний круг. Да, конечно, это сильно упрощает, но, по-моему, оно тут к месту. С учетом того, что это за игра и для кого она была сделана. Сюжет тут это типичная борьба с бандой, которая перерастает в остановку конца света. Форсаж. Хотя он довольно тупой и поверхностный, игра все равно считает, что нормально пихать такое количество катсцен с болтовнёй. На самом деле, если посчитать, я думаю, что соотношение роликов и геймплея выйдет примерно пополам. Настолько все плохо. Блин, тут даже ачивку одну из сюжетных дают просто между катсценами. Они тут, кстати, в русской версии все капсом почему-то еще. В перекрестке, кстати, это название местных бандитов. Только на испанском оно звучит моднее. Наверное, стоит задуматься и перестать делать перевод всех названий, да? По локациям тут тоже все в порядке. Действия происходят по всему миру. Есть Рио, Марокко, Лондон. Короче, красивых видов хватает. И глаза не успевают, надо есть один и тот же пейзаж. Пару слов про персонажей. Из фильмов пришли Торетто и Летти, которые, кстати, говорят своими голосами, что классно. Ну и за Романа поиграть чуть-чуть дают. Еще двое, за которых происходит большая часть геймплея. И, собственно, это их история. Это Вен и Ким. И, я думаю, уже понятно, что тут происходит. У игры довольно мощный феминистический посыл. И я просто напомню, что это франшиза, которая когда-то выглядела так. Не то, чтобы это сильно бросается в глаза или раздражает. Но подобные кадры иногда встречаются. И они прям вымучены. Даже странно, что игру при всем при этом не побоялись потопить. Ну и злодей у игры очень харизматичный. Петер Стромаре свое дело знает. Не зря он из тюрьмы сбежал. Короче, не знаю. По мне норм игра под пивас на пару вечеров. Без амбиций, усложнений. Максимально тупой экшен в стиле Майкла Бея. Да, еще тут был вроде как навороченный мультиплеер с системой уровня и прочим. Но я не смог найти хотя бы один матч. Вроде я где-то слышал, что его отключили. Но подтверждение найти не смог. Так что едем дальше. Тейкдаун. Довольно пососные гонки. По сути раны. Ну, хотя мы же не совсем бежим. Райдер. Драйвер. Не суть. Основной упор тут идет на механику этих самых тейкдауна. То есть нужно выбить соперников с трассы. Как в Бернауте или Асфальте, только не весело. Выходил на iOS и Android. Тогда, когда все делали свой сабвый стерк. Шляпа, идем дальше. В 15-м году выходило бесплатное дополнение ко второй Forze Horizon, приуроченное к выходу седьмой части фильма. Оно было доступно всего около месяца и официально его уже не достать. А прошитого Xbox, к сожалению, у меня в доступе сейчас нет. Но из того, что я увидел на YouTube, это просто набор гонок и других форзовских активностей. На знакомых тачках вроде Supra и Charger. Всего около двух часов контента. И кроме самих машин и названия ничего связанного нет. Персонажей, там сюжета или прочего. Как часть истории серии, интересно. Как игра, просто Forza Horizon. По шестому фильму вышли две игры на мобилке. И обе были неплохие, но для этого есть причины. Обе они были основаны на других играх и меняли только название, модельки и прочую внешку. Оставляя ядро, то что уже работало прежним. Ну или почти. А iOS и Android версия основывалась на KZR Racing. Игре, которая была чисто про дрэк-гонки. Ее геймплей был, по сути, в правильном переключении передач. Основу оставили как есть. Потому что, как бы это ни звучало, играется довольно динамично и весело. Также добавили режим дрифта, который работает примерно так же. То есть, порулить нам все еще не дают. Но все равно балдежно. Да и гонки на самом деле тут не главное. В игру засунули большой автопад, тюнинг, персонажей знакомых. Хотя сюжет тут вообще с фильмами не связан и выполняет что-то в роли обучения. В общем, в меню и гараже ты проводишь намного больше времени, чем на трассе. Эту версию очень полюбили. И когда в 2015 году разрабы объявили о закрытии, то многие фанаты были разочарованы. Тем более, что в игре был донатный магазин. А если знать, что объясняли это переключением сил на работу с Crossroads, то становится даже как-то неловко. Сегодня поиграть в нее, увы, никак не выйдет. По крайней мере, у меня не получилось. Ни на эмуляторе, ни на телефоне. Так как при первом запуске игра пытается подключиться к серверам, которых нет. Все, что доступно сейчас, это вторая часть KZR Racing. Продолжение игры, на которой она была основана. И да, это хорошая игра. Но, конечно, совсем не то, что меня сегодня интересует. Чуть позже выходила Legacy. По сути, идейное продолжение с большим количеством режимов, машин. И полноформатными, если можно так сказать, гонками. Но она тоже скоропостижно скончалась, хоть и была так же любима фанатами. Java-версию делала геймлофт. И основана она на тогдашнем актуальном асфальте. И это, по сути, он же, только с закрепленными машинами на каждую трассу и катсценами перед ними. Играется бодро. Асфальт все-таки. Тюнинг, дрифт, копы, музон. Все на месте. И да, есть что-то забавное в том, что Java в каком-то смысле геймплейно сложнее старшей версии. Ну, типа, это буквально олицетворение мема Press X to Win, если все утрировать. По итогу, хоть большой игры как таковой не выходило, мобилки того периода марку держат. Жаль только, что версия для смартфонов навсегда осталась в истории. Showdown. Итак, это вторая, не менее мемная большая игра, которая выходила в 2013 году. Причем также на всех актуальных тогда платформах. Даже Wii U версия имеется. И это одна из худших игр, в которую я когда-либо играл. Это сборник заданий, повторяющих более-менее знаковые сцены из фильмов промежутка с 4 по 7. Начнем с того, как игра выглядит. Напомню, на дворе 2013 год. Соседи, которых, видимо, любят родители, играют в Last of Us. Через год выходят PS4 и Xbox One. А у нас тут возвращение Мухтара. И, ну, я не утрирую. Большая часть игры выглядит как трэш из начала нулевых, прямиком из-за взоров Мэдисона, Геополис, Черная Молния и Форсаж. Перейдем непосредственно к геймплею. По сюжету это полицейское расследование, где копы такие, а помните, что было в Москве? Да, помним. И миссия начинается. На каждую локацию заданий обычно несколько. Естественно, все они так или иначе связаны с вождением. Есть заезды на время, гонки, догонялки с полицией и прочие вариации. Физика тут на уровне говногонок из нулевых, которые любила издавать Акелла. London Racer, Cobra 11, кто знает, тот поймет. Но! Рулежка это не все. Без предупреждения. На одной из первых миссий врывается стрельба и платформинг. Ну, это я его так обозвал. Вообще, это карабканье по машинам и ходьба на картах по крыше. И это так плохо, как звучит. В целом, не вижу смысла вдаваться в подробности. А вот про стрельбу надо сказать хоть что-то. На самом деле, она, ну, функционирует. Машинам можно простреливать колеса, есть миссии с разными пушками, те, что с миниганом даже можно назвать веселыми. Если не хочется шмалять, часто есть возможность переключиться и проходить за водилу. Компьютер стреляет более-менее адекватно. Кроме моментов с Эми пушкой, которую надо заряжать. Тут и и ломается. Непонятно зачем, есть миссии с буксировкой. Сейфа почти в самом начале и машины напарника чуть позже. Которые прям обнажают проблемы с физикой, багами, производительностью местами и гребаным рандомом. Он тут очень бесячий. Порой ты можешь пройти миссию с фулл хп, а порой тебя выносят за полсекунды. Либо напарник решает, что сегодня не время пострелять. Так что любое задание приходится часто ковырять простым брутфорсом. Все миссии поддерживают режим на двоих. Причем в том числе на сплитскрине. Эх, потерянная эпоха. Так что ту часть рандома, которая зависит от напарника, можно избежать. Если найти человека в здравом уме, который согласится играть с тобой в форсаж шоудаун. Удачи в этом. И еще, я не помню, что там было в то время по повесточке. Но то, что большая часть бандитов тут это сильные и независимые, это прям прогрессивно. Не настолько как в перекрестках, но тоже молодцы. Если честно, у меня дежавю. Universal сделали шоудаун, который ничего не заработал. Был разгромлен критиками и игроками. И в целом его особо-то никто и не просил. А потом через 7 лет дропнули Crossroads. Которые тоже самое, но в Full HD. Надо скинуть им на мыло определение работы над ошибками. Дальше у нас будет небольшой блиц из аркадок и мобилок, про которых сказать особо нечего. Fast Fight. Сначала я подумал, что у Геймлофт были проблемы с правами. Но выяснилось, что на английском фильм так и назывался. А четверка у них вообще была без цифры и это типа перезапуск. Хотя по сюжету это полноценное продолжение. В общем, странные они. Так же как с шестеркой тут есть две версии. iOS Android и Java. Но теперь они обе основаны на асфальте. И правы опять, только на додже. Обе они представляют собой набор гонок по сюжету фильма. Подобно как было в шестерке на Java. И игры в целом тогда встретили хорошо. Из интересного тут наверное только то, что старшую версию спустя пару месяцев портировали на Mac. И это типа странное решение. Но они наверное знают то, о чем не знаю я. Super Cars. Вышла в 10 году и по сути сказать о ней тоже особо нечего. Выглядит она более мультяшно, чем игра 22 года. Ну а так вроде бы это плюс-минус такие же аркадные гонки. У которых с фильмов связан только автопарк и некоторые локации. Адреналин. Интересно на мой взгляд тем, что это по сути такой переходный период. Я имею ввиду то, что с первого взгляда сложно понять, это слабая игра на смартфон или навороченная на Java. А так это очередные гонки средней руки. На этот раз не от геймлофта, а от iPlay. Fast and Truders The Game. Один из наверное лучших представителей гоночных игр на Java, как внешно, так и геймплейно. Идет по сюжету четвертой части и представляет собой намор миссий в знакомых декорациях. Тоже очень близко к Android и iOS версиям по внешке. Pink Slip 3D. Гонки без привязки к кенцу. Адекватные. Fast and Truders Tokyo. Не отвратно, но и запускать ее сейчас особого смысла нет. Fast and Truders Drift. Очередная аркадка, к которой нет доступа. В этот раз по токийскому дрифту. Эту часть, как и еще одну, до которой мы еще дойдем, обычно приписывают к серии Cruzen, про которую я говорил в начале. По какому принципу эти да, а другие нет, я понять не могу. Но опять же, в самих играх этого нет. Только во всяких статьях, списках на той же Википедии. Из прикольных штук, про которые можно сказать, это то, что была по сути собственная система паролей. Можно было придумать цифровой пин-код, под которым игра запоминает твой прогресс прохождения. И потом вернуться к тому, на чем закончил. Супербайкс. Аркада от тех же ребят, но про мотоциклы. Но по форсажу. По геймплею, по сути, то же самое. Только сидеть надо было на байке, а не за рулем. Причем тут форсаж, вопрос открытый, но шильдик присутствует. Fast and Curious 2006 года на PS2 и PSP. Это считается вроде как лучшей игрой по форсажу. И вообще таким хайденгеймом того поколения. Ну типа да, но и нет. Я просто не сказал бы, что как игра, и тем более как игра по форсажу, это то, что я хотел бы видеть. С точки зрения геймплея, у нас есть 80 одинаковых гонок в полутора режимах. Типа открытый мир, который просто несколько километров одинакового токийского шоссе. И практически полное отсутствие сюжета. Но стоит зайти в гараж. В общем, это такой идеальный конструктор твоей ЖДМ-ласточки со всеми вытекающими. Есть миллион вариаций Сильвии, Файрлэдди, Труэна и прочие знаковые японские тачки. И зачем-то доджи. И еще пару американцев, которые выглядят как гайджины среди всего этого токийского неона и сумасшествия. Можно нацепить обвес, поставить неон и колпачки. Прикрутить на выхлоп героев Намка и свапнуть JZ. А потом проверить все это дело на улице. Физика тут в целом неплохая. Вообще, к гоночным моментам-то у меня особо претензий нет, кроме того, что они повторяющиеся. Я просто воспринимаю их как приложение к основной игре, которое создает японца на каждый день. Если не фанатеешь от подобного, то больше одного вечера за игрой провести вряд ли получится. Так что хороший, очень нишевый продукт. А, да, и не форсаж ни разу. Если убрать шильдик из названия, по сути ничего не поменяется. Я вообще поначалу подумал, что это просто аппендикс какой-то японской гоночной серии. Как было с Крузом и аркадками. Но на удивление нет. Разработчики даже не японцы. Не знаю уж как Намка с ними связалась. А те чуваки, которые потом сделают Right to Hell Retribution. Этого я не ожидал. Все, что мы получили по второму форсажу, это джава игру. И не самого лучшего качества. Если честно, то это вообще уровень NES. Не солидно в общем. А вот относительно неплохой была промежуточная. Fugitive. Которая даже имела две версии. 2D и 3D. Тут был полноценный сюжет. По короткометражке, как бы связывающей два фильма. Тюнинг присутствует. И играется приятно. Хотя изометрическая версия в этом пламени немного проигрывает по всем фронтам. По первому фильму изначально должно было выйти две игры. Одна из них была анонсирована на E3 2003 года. И обещала проработанную физику. Солидный автопарк со знакомыми тачками. Тюнинг. Несколько городов с возможностью свободного исследования. И прочие прелести. Чуть позже игру, к сожалению, отменили. В частности, из-за опасений конкуренции с первым андеграундом. Хотя контента по ней успели выпустить достаточно. Что дает предположить, что какой-то рабочий билд имелся. Разрабатывала ее студия Генки. У которой за плечами на тот момент была серия Tokyo Extreme Racer. Которую они, собственно, и продолжили после этого делать. Ну и была еще в работе версия для ГБА. О которой инфы совсем нет. Та игра, которая все-таки вышла, была на аркадке. И, наконец-таки, есть возможность скачать рабочий ROM. Который даже без каких-либо танцев с бубнами запускается на десятки. И игра довольно забавная. И очень аркадная во всех смыслах. Во-первых, это, наверное, больше к плохому. Она довольно сложная. Чтобы вытягивать из тебя монетки. И довольно долго из-за этого. За прохождение каждой гонки нам открывается одно улучшение. Для любой из доступных машин. Но это может быть как что-то улучшающее вождение. Как новый двигатель или резина. Так и просто наклейки или неон. Которые тоже вообще-то хочется. А то че, я как лох. Другая сторона аркадности, про которую я говорю. Это именно то, что касается езды. Физика, при которой машины встают на добы и делают сальтухи в воздухе, делает свое дело. И играть, даже если ты не занимаешь призовые места, все равно весело. Сохраняться пин-кодом все еще можно. Но, к сожалению, тут есть некоторые проблемы с управлением в меню, с которыми я не смог разобраться. Так что это прошло мимо меня. Еще из забавного тут девушки, которые дают старт, это оцифровки. Как в Mortal Kombat, например. И это очень странно выглядит. В общем, норм. Как первая игровая адаптация, кайф. Потом игра была переиздана для Wii, под названием, собственно, Cruzen. И с вырезанным тематическим контентом. И ей почему-то были не рады. Да, еще по первому фильму, конечно же, была джава игра в херовом 3D. Которая еще и еле как работала на большинстве телефонов. И вообще, она вышла позже. Так что давайте просто про нее забудем. Итак, мы прошлись по всем играм по форсажу, до которых я смог дотянуться. Было ли раньше лучше? Ну, да. И причем в очень странных обстоятельствах. Аркадки попали в очень удачные руки, как и часть мобилок. Большие же игры, кроме дрифта, которые и не форсаж-то по сути, были до мемности ужасны. Или по крайней мере таковыми считаются. И непонятно, на что вообще рассчитывали их издатели. Понятно, что на быстрый заработок. Но я так подозреваю, что на фри-то-плей мобилках было заработано намного больше. С учетом затраченных средств и усилий. Но опять же, где я и где они? Не то, чтобы это было неожиданно. Но все-таки я немного огорчился, когда не обнаружил ни одного экшена вне машины. С учетом того, в какую степь фильмы ушли сейчас. Какой-нибудь треш-боевичок в стиле польских шутанов начала нулевых я увидеть был бы даже рад. И если честно, он как бы есть. Вилман 2009 года. Вполне хороший GTA-клон с Вином Дизелем в главной роли. Который играется бодрячком даже сейчас. Я бы сказал, по духу он точно соответствует кинцу. И если сейчас искать игру по форсажу, то видимо это она и есть. И наверное это все, что я хотел бы сегодня сказать. Спасибо за просмотр, если ты еще здесь. Лайк, репост, колокольчик, подписка. И все. Давай, пока.